Всем привет, друзья! С вами Пипа, и сегодня мы продолжаем с вами проходить игру, которая называется Workshop Simulator. Итак, наверное, нам нужно какое-нибудь новое задание взять. Давайте сначала пройдемся, посмотрим вообще какой у нас участок. Смотрите, у нас какая вертушка есть, прикольно. Это, видимо, у нас вода. Да, нифига себе. Тут мы копим воду. Окей, тут какой-то сарай, интересно, мы даже в него зайти не можем. И, кстати, мы, походу, не можем заходить в свой собственный дом. Такое ощущение, что мы прямо уже живем в этом сарае. Давайте хотя бы в окошке заглянем, что там есть. Блин, а дом-то достаточно неплохой. Слушайте, а может я все-таки могу в него попасть? Да, прикиньте, я могу в дом свой зайти? Офигеть! Давайте посмотрим, что представляет из себя наш дом. Охренеть, какой он огромный! Му-у-у, прикольно. Так, так, вопа. Так, ну, достаточно уютненько, все чистенько. Каминчик есть. Смотрите, даже какая-то крутая сабля. Висит какая-то книга. Ну, мы ее не можем взять, посмотреть. Ух ты! Так, какие-то интересные вещи. Так, дальше. Стол. Даже свежий сок стоит. Так, выход на заднюю сторону. Ну, и мы можем еще же подняться на второй этаж. Кухня у нас, кстати, прикольная такая. Давайте посмотрим, что у нас на втором этаже есть. Ох ты, нифига! Сколько тут места там? Так, тут у нас вторая ванна. Замечательно видно, гостевая может быть. Тут у нас что? Ну, комнатка тоже такая уютненькая. Всякие плакатики висят. Шахматы, тетрадки, книжки, игровая приставка старая. Телевизор. Это видно, моя детская комната. А тут у нас, а тут у нас, офигеть, какой-то склад со старыми вещами. И, по сути, все. Ну, давайте тогда отправляться уже назад к нашему... Так, а еще мы вот сюда не заходили. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что, старая мастерская? Офигеть, офигеть. Просто, слушайте, а тут все очень плохо. Почему ее забросили? Странно. Ладно, мы потом с этим разберемся. Может, получится даже эту мастерскую тоже восстановить. Так, надо вспомнить, где у нас с вами задания берутся. А задание у нас, по-моему, где-то должен стоять то ли компьютер, то ли что-то такое. Вот. Использовать. Календарь. А что у нас в календаре? Закончить день, в смысле... Подождите-ка, почта. Так. Так, что у нас есть? Мебель сосновки. Здравствуй, дорогой внучочек. Спасибо, что согласился присмотреть за домом. Так, а мы это читали все, да? Вот это мы не читали. Спасибо. Просить вас о помощи было правильным решением. Благодаря вам вещь как новенькая. Всего доброго. Дальше. Тонкая работа. Здорово получилось. Так, ну меня все похвалили, получается. И нам нужно закончить день. Почта. О, пришла новая почта. Привет из санатория. Снова здравствуй. У меня все хорошо. Спасибо. Здесь очень красиво. Всюду зелень и всюду очень чисто и опрятно. Я прямо-таки жалею, что не прихватило лоскутки для рукоделия. Мне очень нужно было прийти в себя. И я рада, что выпала такая возможность. Спасибо, что починил почтовый ящик. Милый. Я к нему так привыкла, что не могу себе представить другой. И я помню, как ты помогал Якобу его чинить, так что ты наверняка сразу сообразил, что нужно делать. Я так рада, что работа тебе понравилась. Просто чудесно. Якоб гордился бы тобой. Если будет настроение, можешь посмотришь еще что-нибудь в доме. Мне так неудобно тебя просить, но я тут вспомнила, что сезон скоро закончится. Нельзя, чтобы кукуруза пропала. Поможешь мне еще немножко. Прости, что отнимаю у тебя столько времени. Не можешь, не надо. Сама сделаю, когда вернусь. Мне тут осталось всего два дня. Но, боже мой, как же давно я не имела дело с кукурузодробилкой. Якоб, светлая ему память, всегда настаивал, что сам справится. Но я его не бросала и всегда помогала, как могла. Проблема в том, что дробилку заклинило от ржавчины. Она должна стоять у ворот, в одном из сараев. Ты сразу найдешь. Там мешки сушеной кукурузы. Увы, она слишком тяжелая. Я ее в ремонт не донесу. Да и вообще ничего не сделаю, пока я здесь. Может, выручишь бабушку? Думаю, свежая кукурузная мука придется кстати. Когда вернусь, приготовлю твои любимые корн-доги или кукурузные шарики или оладьи. Что-то я заболталась. Ой, ужин принесли. Отлучаюсь пока. Напишу еще позже. Целую бабушкам мобель. Так, ну что. Бабушка нам сказала, что... Так, на Е. Бабушка сказала, что надо починить кукуруза-дробилку. Значит, мы пойдем искать кукурузу-дробилку и будем ее делать. Так, вот это? Это маленькая вот эта фигувинка. Ну, давайте тогда рассмотрим ее поближе. Итак, вот она у нас. И использовать кукуруза-дробилка. Название говорит само за себя. Этот инструмент дробит кукурузу или переламывает ее в муку. Пригодится для готовки. Хорошо? Выбираем? Выбираем и... Так, компьютеру нам... А зачем нам компьютеру? Нам надо разложить на столе все. Итак, вот такая старенькая кукуруза-молка. Даже не дробилка. Окей. Так, нам, видимо, надо раскрутить ее. Так, вот. Вот, вот что мы... Ага. Так, ручку мы сняли. Так, вот это сняли. Вот это сняли. Дальше что? Так, отверткой мы, видимо, тут больше пока ничего сделать. Нет, мы можем вот так рукой. Так, теперь нам надо как-то снять колесо. Или болты открутить. Пока не знаю. Давайте выберем вот это и посмотрим, что мы вот тут можем сделать. Что-то я пока не вижу больше вариантов. Так, во. Так, стоям бы. Тут где-то только что проскакивал ключ. Гаечный. То есть куда-то... Во. Отлично. Тут мы открутили болт. И с этой стороны тоже нужно открутить. Опа, опа. А, вот тут еще. Смотрите. И с другой стороны они спрятаны. Офигеть. Так. Тут еще попробуй найти все детальки. Так. Снимаем. Так, а колесо мы теперь что, не можем вытащить, да? Так, нифига. Так, значит, что-то надо еще тут. Наверное, надо на отвертку переключиться. И дощечку дам. Теперь откручиваем дощечку. С четырех сторон. Есть. Все. Это мы сняли. Так, нам надо как-то вот тут что-то сделать, да? Как-то выковырить это колесо теперь? Ну, я пока не знаю, как это сделать. Так. Гвоздодер. Гаечный ключ нам никуда больше не подходит. Отвертка. Обычная отвертка тоже нифига никуда не подходит. А нам надо гвоздодер, по-моему, вот сюда подсунуть его как-то и... Колесо выдернуть. А, стоп. Я вижу. Я вижу. Опа. Есть. Все. Это мы сняли. Теперь нам нужно, видимо, открутить вот эти болты. Так. Снимаем вот эту часть. И... Так, нам осталось вот это разобрать. Колечко. Опять. Да что ты не крутишься-то? Опять болты, да? Нет. Отвертка. Нет. Гвоздодер, что ли? Ай. Так. Сняли. Сняли. И... А вот тут-то как? Тут... Тут непонятно. Опа. 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 Там где-то есть болты. Раз болт и два болта. Все. Получается, мы все разобрали. Шикарно. Тридцать предметов. Так. Теперь... Так. Подсвечивать детали нам не надо. Так. А как нам... Я все время забываю, как нам из стола выходить. Вот. Теперь, наверное, нужно приступить к мойке. Так. Начнем, наверное, с колеса. Блин, смотрите. Офигеть. Оказывается, оно прям ярко-красного цвета. Блин, прикольно очень выглядит. Красота. Блин, оно еще прикольно. Смотрите, тут высыхает. То есть, мы мочим, протираем, да? И оказывается, оно еще вот так вот высыхает. Так, нам бы еще научиться крутить нормально. Потому что кручение предметов тут не особо удобно. Оп. А нам надо, блин, оттереть все очень хорошо. Так. Теперь с этой стороны натираем. Блин, еще, походу, изнутри надо будет хорошенько пройтись. Значит, нам этот предмет... О, засчитали. Так. Дальше. Дощечку. Дощечку мы... Так. Ну, явно не этим. Давайте тогда тряпкой, что ли. Да, смотрите. Оттирается. Блин. Охренеть. Дощечка-то прям... А, подождите. Это вообще дощечка? Такое ощущение, что она как будто пластиковая. Да, вроде нет. Нет, все-таки это, видимо, дощечка. И самое интересное, почему-то у нас... Музыки нет никакой фоновой. Что очень странно. Как-то прям в тишине мы все делаем так. Ну и что у нас? Я со всех сторон натер. Где вам еще не нравится? О, отлично. Дальше. Следующий предмет. Ручку. Натираем, натираем. Переворачиваем. О. И еще вот эту ручечку. Давай. Так, наверное, надо вот тут дырочку еще. Не дырочку точнее, а отверстие. Так. И с этой стороны тоже. Ну и что? Где я еще? Во. Готово. Следующий предмет. Давайте вот это поменьше. Его проще всего будет протереть. И с этой стороны. И вот с этой. Замечательно. Дальше. Что у нас тут осталось? Осталось только. Ой, блин. Вот это вот надо сейчас будет тереть со всех сторон. Очень много, походу. Ну и ладно. Так. Изнутри натираем. Все хорошенечко. Так. Вот. Вот тут. Отверстие. Так. Блин, как неудобно крутить-то. А, мне даже зажимать кнопку не надо. Я прям держу. Думаю, что ж такое-то. Как что-то неудобно прям. Так. Все. Мы просто вот так хорошенечко сейчас все натрем. Насколько это возможно. Насколько у нас получится это сделать. Тут, блин, еще вращать же надо. Не очень комфортно. Так, давайте, засчитывайте мне уже. Где я тут еще не протирал. Вот. О, все. Засчитали нам. А теперь, наверное, я даже не знаю. Сюда пойдем. Давайте посмотрим, и что мы задуем. Шкурить. Отлично. Мы избавляемся от ржавчины и от краски. Да, смотрите, у нас прям стальной вид приобретает наше колесо. Блин, а вот тут чистится прям очень хреново. Прям надо стараться оттирать эту краску. Блин. Вот как-то по обуду идет нормально. А посерединке, где краска хорошо лежит, там прям что-то тяжко оттирается. Но это мы еще потому, что нормальных все предметов не купили, которые нам бы помогали намного быстрее все делать. Так, ну, вроде, я думаю, нормально пойдет. Так, опа. А вот тут не дело. Тут надо все это тоже зашкурить. Да, это симулятор такой. Не для ленивых. Тут надо очень много дел сделать. Но с другой стороны, только в таких симуляторах можно научиться какие-то, блин, простейшие вещи чинить. Это, мне кажется, такие игры очень полезны. А вы как думаете, ребят, напишите в комментариях, вы считаете такие симуляторы полезными или нет? Я, например, да. Потому что, сделав что-то один раз, починив даже вот в обычной игре, всегда это может, наверное, мне кажется, в жизни пригодиться. Как минимум, можно научиться какие-то вещи разбирать и собирать. Не говоря уже о том, чтобы их починить. Мне кажется, достаточно это круто. Так, ну что, диск мы очистили, точнее, колесо крутильное. Так, давайте дощечку теперь. Вот так ее повернем к нам. И, да, вот мы, видимо, лак с нее снимаем. И у нас обнажается древесина. Ну, тут какие-то куски прям очень хреново оттираются. Ну, смотрите, с этой стороны. Так, о, вроде оттерли. Теперь вот тут еще. Да, она еще все равно темненькая, но уже лучше, чем была. Мы все равно это все будем красить. И все будет у нас выглядеть потом шикарно. Так, оттираем, оттираем, оттираем. Давай, 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 давай. Быстрее. Все. Это мы тоже очистили. Дальше что у нас? Дальше она, блин, вот большую будет трудно чистить. Блин. Смотрите, вот на некоторых предметах краска стирается прям вообще моментально. Это очень хорошо. Она каких-то, она вообще еле-еле отходит. О, все, смотрите, зачлось. Дальше. Давайте вот это почистим. Так, выбираем наждачку. Это у нас вообще, походу, это дерево. А мне показалось сначала, что это какая-то латунная ручка. Потому что она так светилась классно. А оказалось, что показалось. Ну, и да ладно. Так, все. Ее тоже мы зачистили. Дальше вот этот маленький диск сразу. Быстренько сейчас наполируем. Интересно. Будем, наверное, в оригинальный цвет красить. Чтобы бабушка вообще не заметила разницы. Можно, конечно, тут выбрать любой цвет. Но, мне кажется, если уж оригинальным выглядела вещь, то ее и надо также в такой же вид привести. В такой же цвет. Хотя даже не знаю. Не, ну красным она нормально смотрится. Мне кажется, другой цвет тут особо-то и не подойдет. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Не знаю. Напишите в комментариях, какой бы вы выбрали цвет для этой кукурузы молки. Просто интересно. Мне кажется, оригинальный красный цвет тут в самый раз. Ну ладно. Мы сейчас еще подумаем, пока чистим. Может быть, все-таки я и другой цвет выберу. Пока я в раздумьях. Какой цвет оставить. Точнее, не оставить, а выбрать. Можно выбрать оригинал. Сделать его ярко-красным. Либо что-то совсем новое. Ну, в любом случае, какой бы цвет мы не выбрали, я думаю, бабулька наша будет все равно очень довольна, что мы помогли. И за это мы еще получим, что она нам там корн-доги обещала, хлопья, оладьи и тому подобное. То есть, это уже для нас все равно огромный плюс. Мало того, что бабульку нашу порадуем, так еще и получим какие-то вкусные ништяки. А это тоже очень круто. Так, ну что, мы почти наполировали, не считая вот каких-то вот мелких косяков. Почти все зачистили. А по-моему, осталось то... Ага, вот тут еще осталось днище, где у нас прикручивается основная часть. Так, и серединку. Так, давай переворачивайся. Во! Давай-давай-давай-давай-давай. Блин, а тут хреново уже трется. Что-то у меня уже руки устали мышкой махать. Все. Замечательно. Тут со всеми предметами мы закончили. Вот тут мы что-нибудь красить будем? Нет, ничего не будем красить. Давайте переходим туда вот сюда. Так, колесо-то у нас каким было? Тоже красным, по-моему, да? А мы кисточкой будем красить, да? Ну, раз колесо у нас было красным, значит оно и будет красным. Так, может, блин, кисточку пошире взять. Во! Отлично. Хотя можно его вообще с оттенками сделать какими-то. Нам уж прям не важно, что он будет все красное. Ручку можно... Да, давайте, наверное, сделаем какие-нибудь оттенки прикольные. Так, изнутри тоже обязательно нужно прокрасить. А то как-то не очень смотреться будет. И снаружи надо прокрасить. Так, с этой стороны тоже покрываем. Блин, нам бы краскопульт какой-нибудь замутить было бы намного прикольнее. И как минимум быстрее. Так, все. Мы закончили. Я давайте, наверное, добавлю еще немножечко. Ай! Во! Смотрите. Вот такая прикольная будет раскраска. Блин, мне кажется, прикольно выглядит. Все. Закончили. Так, деревяшка. Деревяшка у нас, насколько я помню... Давайте коричневым цветом покрасим. Блин, что-то не смотрится. Что-то не смотрится. Давайте другие цвета посмотрим какой-нибудь. Блин. Может сделать ее каким-нибудь тоже вот таким ярким цветом. А почему бы нет? Давайте таким и сделаем. яркая голубая подставочка. Блин, смотрится достаточно прикольно. Все. Так, с этим предметом мы закончили. Можно было все пятнами покрыть. Так. Ну, основная у нас... А мы решили будет красным. Так, где наша большая кисть? Большая кисть. А что, большая кисть не хочет? Только вот такой. Блин, ну это мы так долго будем закрашивать. Я что-то планировал побыстрее как-то это сделать. Ладно. Ну что, далее-то и далее. Блин, ну красится. О, вот этой кисточкой получше немного как-то побыстрее. Прямо все идет. Окей. Эх, малюем, малюем, малюем. Со всех сторон малюем, где можем замалевать. Не, будет круто выглядеть. Ну, прям не очень может круто, но как минимум необычно. Потому что мы уже немножечко проявили фантазию и сделали колесо, крутящееся интересным цветом. Так. Крутим теперь, крутим, подмазываем, где мы еще хреново прокрасили. Замечательно. Блин, бабулька наша прям будет рада. Нереально. Не, нам главное еще все назад собрать. Покрасить-то это полдела и разобрать. А вот собрать все назад и чтобы оно работало, это тоже не очень простой процесс. Разобрать-то всегда легко. Вот собрать назад, вот это уже проблема. Все, покрасили. Как, может сделать? О, смотрите. Вот такую сделаем прям ваш. Блин, она зеленая, офигенно смотрится яркая. Хотя, не. Давайте красным оставим. А то как-то прям очень чересчур. Пятнышки. Блин, по-любому какие-то пятнышки теперь зеленые попадутся где-нибудь, да? Ну ладно. Я думаю, максимально покрасил. Без косяков теперь. Вот, вот зеленые еще. Так, и что? Что, о чем мы еще не покрасили? Вот эта часть, давайте сделаем черную. Мне кажется, норм будет. Так. Почему бы нет? Вот. Отлично. Так, и эта часть у нас, думаю, тоже черный будет. Красная с черным очень хорошо сочетается. Так. Ну, что, засчитали нам? Да, по-моему, засчитали. Так. Желтый, 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 желтый. Все. И, ай, блин. Так, рукоятку я не знаю, какой сделать. Рукоятку давайте сделаем. Блин, я даже не знаю, какой-то. Давайте белый. А что, нет? Просто обычная белая рукоятка будет. Почему бы нет? Все. С рукояткой мы тоже закончили. Дальше. Вот сюда у нас что? 175 баксов, а у нас всего 65. Не. Это мы не купим, ребята. Это мы не купим. Ну и что? Давайте собирать все назад. Так. Что мы берем сначала? Так. Как это? А это что такое? Так. Мне надо. Ага. Так. Давайте приблизимся. И теперь нам нужна отвертка. Оп. Оп. Так. Оп. 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 Блин, собирается все быстрее, чем я думал. Намного быстрее. Только надо понять во всех местах, куда что. Так. Молоток нам вроде тут вообще вот абсолютно не нужен. Так. Ну. Гаечный ключ, наверное, нужен. Где-то что-то подкрутить, подшаманить. Нет. О. И дощечку. Так. И вот сюда болты. Теперь нужно закрутить. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Теперь гаечный. Гаечный. Так. С другой стороны. Так. Там получается с двух сторон шель закручивается. Как-то странно сделано. Ок. Дальше что? Ага. Так. Подождите. Еще где-то надо сейчас тут. Ага. Так. Да. Давай-то крутись. Оп. Оп. Прикрутили. Отвертку. Нет. Молоточек. Нет. Так. А что дальше? Опа. Так. А дальше-то что? Дальше-дальше-дальше нам надо. Вот сюда. Рукоятку. Все? Офигеть, мы ее сделали. Ребят, мы сделали. Внук, принеси мне стакан воды. Спасибо. Эх, я уже слишком стар для этого. Хочешь стать фермером? Твой отец не очень-то интересуется земледелием. Его больше заботит карьера в городе. Я хочу быть пожарником. Или полицейским. Или астронавтом. Смеется. Столько желаний. Это хорошо. У тебя еще куча времени, чтобы решить, кем быть, когда вырастешь. Спасибо за воду. Мне пора браться за работу. Да, и смотрите. Из воспоминаний-то на фоне, оказывается, стояла эта самая мололка кукурузы. Так. Ну, блин, мы ее поставили. Она офигенская. Прямо реально офигенская. Мололка кукурузы. Так. Ну что, пойдем обрадуем бабулю. Опачки. Так. Календарь. Закончим день. Все. И у нас письмо. О, сколько. Так. А что-то... А где? Ререя нам не написали. Ну ладно. Офигенская. Мы... Так. Почта. Из почты мы выходим. Круто, что у нас еще одна вещь, которую мы починили с вами. Офигенно. Просто. Просто шикарненько смотрится. Блин, бомбезна. Голубой цвет с красным прям тоже необычно сочетается. Ну, в общем, что смогли, то сделали. На этом сегодня все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Напишите какой-нибудь комментарий. Это помогает каналу развиваться. Немножечко больше просмотров набирать. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.